Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Начинаем уроки росписи акриловыми красками в технике одного мазка. И предлагаем на этом занятии расписать часики и доску. И понять для себя, хотите вы заниматься подобным творчеством или нет. Заметим, что этот вид рукоделия невероятно популярен на сегодняшний день. И также известен под названием «Ван Строк». Здравствуйте, меня зовут Даша Фохтина. Рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня урок предлагаю посвятить технике декоративного рисования «Ван Строк» в переводе «Один мазок». Изучив эту технику, даже не умеющий рисовать человек сможет украсить свой дом оригинальной росписью. Но прежде чем начать урок, я предлагаю вам разобраться в том, что именно это за техника и кто ее придумал. В общем-то, я вам советую всегда начинать именно с истории чего-либо. Тогда вам будет намного интереснее работать. Да и рассказывать друзьям и знакомым о своем любимом виде рукоделия будет проще. Итак, вместо того, чтобы начать свой рассказ со слов, беру кисточку краски и начинаю расписывать, начните с текста такого. Эта техника росписи уже была невероятно популярной в России во второй половине 18 века благодаря промышленнику и покровителю искусств Никите Демидову. Именно тогда, когда из Европы пришла мода на лакированные изделия, Демидов организовал школу, создал производство, что и послужило толчком для развития промысла. В то время народная роспись называлась «Маховым письмом в один мазок». Отсюда, кстати, и дословный перевод модного нынче названия «Ван Строг». Кстати, в Нижнем Тагиле было немало семей потомственных художников, которые занимались этим мастерством. Среди них особенно знаменита семья Худояровых. И именно тагильская жилпись послужила своеобразным толчком для развития подносного промысла, основа которого – маховое письмо двухцветным мазком. Здесь можно запутаться в названии техник одним мазком или двуцветным, но это пусть решают специалисты-историки. Им виднее. Кстати, существует и другое течение росписи плоской кистью, корни которой в далекой Америке. В начале 70-х годов прошлого века американская художница Дона Дьюбери, изначально известная как декоратор-любитель, в результате творческих изысканий создала свою технику рисования. Первое ее название – техника двойного погружения, а затем она стала называться и была запатентована как техника одного мазка – ванстрок. Однако необходимо отметить, что эта новая техника – не что иное, как почти забытая сейчас техника махового письма или нижнетагильская роспись. В основе и той, и другой росписи лежит двухцветный мазок. Насколько различны эти техники или же эта единая система росписи рассудит историю? Я же со своей стороны советовала вам обратить внимание на нашего художника, продолжателя наших русских традиций Татьяну Кудрявцеву. Ее работы самообытны и известны по всему миру. И что нам эти американцы, когда у нас есть своя школа росписи одного мазка? Разбираясь в истории этой техники, надеюсь, я вас ей не запутала и не замучила. И теперь мы можем перейти, собственно, к самой росписи. Я сегодня распишу для вас вот такие часики одуванчиками и вот такую доску розами. Вам я, конечно, не советую с первого раза это повторять, а рекомендую потренироваться, сначала выполняя простейшие элементы, такие как, например, простой лепесток. Замечу, что даже из одного этого элемента вы уже сможете создать целые соцветия. На первом этапе главное научиться пользоваться акриловыми красками, уметь их загрузить на кисть и научить руку правильно работать. Давайте начнем с этого самого простого лепестка. Начнем рисовать его на бумаге, то есть тренироваться. Нам нужно для начала приготовить палитру, плоскую синтетическую кисть и запастись терпением. И замечу, что рука и краски будут обязательно сопротивляться. Итак, на палитре у нас должно быть два цвета краски. Одна темнее, другая светлее. Берем плоскую кисть и обмакиваем ее сначала в одну краску одной стороной, потом в другую краску другой. Получиться должно вот так. Светлой краски берите меньше. Теперь, чтобы у нас получился плавный цветовой переход в мазке, нужно растушевать кисть на палитре. Вот таким вот образом. Ну а теперь рисуем. Ставим кисть вот так, темная краска внутри. И делаем вот такое движение. У нас должен получиться вот такой лепесток. К нему мы ставим кисть и рисуем еще один. И у вас должен в итоге получиться вот такой цветок. Вы можете усложнить свою тренировку, например, сделать вот такой лепесток. То есть мы ставим кисть и делаем вот такое движение. Рядом мы можем нарисовать еще один лепесток. В итоге у нас получается цветок более интересный. Если у вас хватит терпения научиться этим нехитрым приемам, я думаю, что в скором времени вы сможете создать и что-то более сложное. Да, в общем-то, я уверена, что у вас все получится. Даже не сомневайтесь. А теперь я вам покажу, как в этой технике расписать вот такие небольшие часики. Это совсем не сложный вариант и думаю, он обязательно придется вам по вкусу. Замечу, что помимо акриловых красок нам понадобится приготовить еще специальный прозрачный медиум. Он облегчает работу с краской и помогает сделать цветовые переходы одного мазка более плавными. А используя объемные контуры, вы сможете сделать работу более выразительной, подчеркнув некоторые детали. Итак, сначала я загрунтую поверхность часов белым грунтом, высушу его и нанесу основной цвет. Я это сделала кусочком поролона, но в идеале поверхность лучше покрывать кистью, ведь основа для росписи должна быть идеально ровной и гладкой. Кстати, после поролона можно пройтись по изделию наждачной бумагой и отполировать его. Это, кстати, тоже вариант. Ну и можно приступать к росписи. Сначала мы тренируемся на бумаге или на стекле. Кстати, на стекле гораздо удобнее. Вся композиция у нас состоит из вот таких кругов и листьев. Сначала мы отрабатываем круги. Мы обмакиваем одну сторону кисти в прозрачный медиум, а вторую сторону в белую краску. На палитре делаем несколько движений кистью, чтобы убрать излишки краски, и чтобы мазок стал ровным. А затем выводим на бумаге круг. Поставили кисть и проводим ей. Рука у нас должна работать как циркуль. Обратите внимание, что прозрачный медиум внутри, а белая краска снаружи. Как только у вас получится круг, которым вы останетесь довольны, срочно переносите его на изделие, пока рука не забыла, как это делается. Кстати, такое большое количество дуанчиков, как у меня, делать не обязательно. Достаточно будет и трех. Теперь берем опять бумагу или стекло и учимся рисовать листья. Мы берем синюю краску и белую. Загружаем ими кисть. На палитре выравниваем мазок и делаем вот такое движение. Синяя краска у нас внутри, белая снаружи. Вспоминаем, что у одуванчика лист неровный. У вас должно получиться примерно так. Теперь смело берите часики и рисуйте на них два листика под одуванчиками. Ну или один. Все зависит от вашей задумки. И теперь можно завершить нашу работу. Берем кисть-лайнер и рисуем ножки, парашютики у одуванчиков и подрисовываем листья, чтобы были на них прожилки. А далее я предлагаю сделать поверх росписи дымку. Вообще-то этого никто не делает в этой технике, но мне этот эффект очень нравится. Он дает ощущение воздуха и помогает скрыть некоторые огрехи в работе. Это, кстати, очень актуально, особенно на первом этапе, когда вы только начали изучать эту технику. Дымку мы наносим кусочком поролона белой краской или краской цвета слоновой кости. Это по вкусу. Ну и завершающий этап работы – это роспись объемными контурами. Берем белого цвета и выделяем все на рисунке, что считаем нужным. Но самое главное в этом деле не переборщить, чтобы не закрасить полностью вашу первую роспись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Кстати, обратите внимание на то, что в этой технике я работаю специальными красками для ванстрока. В них залог успеха. С обычным акрилом у вас обязательно возникнут проблемы. Правда, эти краски, правда, эти краски довольно дорогие, но они стоят этих денег. Роспись с ними получается ярко и они чудесно ложатся на любую поверхность. Замечу, что на любую. Кстати, если вы захотите, если вы хотите поработать в этой технике на стекле, то нужно добавить к этой краске, которые работали по дереву специальный медиум. Замечу, что и на ткани вы сможете работать этой же краской, но уже с медиумом по ткани. А если вам жаль тратить эти дорогие краски на тренировки, то учитесь расписывать гуашью. Она больше всех красок похожа на ванстроковские. А сейчас я вам расскажу, как можно расписать вот такую доску розами. Эта роза состоит из нескольких деталей. Сначала нам нужно сделать пять вот таких лепестков. Поверх них еще пять поменьше. Один лепесток рисуем сверху. Далее идет вот такая чашечка из двух мазков и дополнительные передние лепестки. Довольно сложно на первый взгляд, но разобраться можно. А далее идут листья. Их рисовать очень интересно. Мы ставим загруженную кисть двумя цветами краски и ведем ей вот так. Теперь разворачиваем бумагу или стекло и рисуем вторую половину листа. Вот такой лист у вас должен получиться. Далее вам останется только перенести все элементы на доску и украсить ее. То есть нарисовать травку и цветочки. Кстати, я их именно и показывала вам в начале программы. Также можно сделать и дымку. Хотя самое главное, я считаю, это подготовить поверхность к работе. Я, например, свою доску сначала закрунтовала акриловым грунтом. Затем нанесла основной цвет. Он у меня зеленый. Затем сделала кусочком поролона цветные пятна и прикрыла их дымкой. И только после этого начала роспись. В общем, рекомендация у меня одна. Тренируйтесь и у вас все получится. И эта доска покажется со временем вам не идеальной. Сомневаетесь? А я в этом просто уверена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Кстати, если вы решили для себя, что техника одного мазка вам понравилась и вы хотите ее освоить, но у вас нет возможности посещать специальные мастер-классы, то советую вам найти вот такие специальные тренировочные листы, на которых вы будете сами практиковаться. Они покрыты защитной пленкой, и вы сможете отрабатывать на ней мазки до бесконечности. А если таких тренировочных листов у вас нет, то ищите в интернете работы Татьяны Кудрявцевой. Смотрите, как она это делает, и учитесь у нее. Ну и мне кажется, что на сегодня вам вполне достаточно информации о том, что же такое из себя представляет техника одного мазка. Напомню, что у нас сегодня был первый урок, который я считаю ознакомительным. В следующих программах мы отработаем интересные элементы росписи более подробно и скрупулезно. Я вам покажу, какие специальные кисти используются в этой технике, и какие составы помогут облегчить нашу работу. А эти часики с одуванчиками и доска с розами, которые я для вас сегодня сделала, просто иллюстрации того, чему вы научитесь в скором времени. Хотя, если вы все внимательно смотрели, то уверенно сможете повторить их и самостоятельно. Ну, возможно, не сразу, а потренируетесь немножко. Замечу, что с первого раза ни у кого не получается создать шедевр. Ну и на этом пожелаю вам творческого вдохновения. И попрощаюсь с вами до новых идей. С вами была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания.